Я хотела бы рассказать на лекции, как вообще понимать историческую авангарду. Обычно, когда я еще работала ранее в другой организации, тоже в музейном, и мы ходили на выставки, самое сложное было у публики понять, что такое вообще авангард. Каким образом считывает «Черный квадрат» Малевича, как принимать эти примитивистские картины Ларионова и Гончарова. И, соответственно, в связи с этим как-то выработалась своя логика, как можно рассказать об этой истории длиной более 20 лет. И, конечно, для начала давайте будем погружаться в атмосферу времени, понимать, что происходило, как формировалась вообще эта художественная революция. И вот, посмотрите, находится образный таймлайн. Это художники, которые предшествовали традиции авангарда. Это те художники, которые во многом стали ориентирами для будущих авангардистов. Представьте себе эти три работы. Кто видел их вживую, поднимите руки. Есть такие? Есть. Один, два, три, четыре. Это хорошо. Соответственно, как они выглядят, вы, наверное, примерно помните. Здесь немножко цвета просто искажены. Начну с самого первого. Виктор Борисов-Мусатов «Осенний мотив». Это художник, который прожил очень короткую жизнь. Он всего лишь жил 35 лет. Умер он в 1995 году, когда еще на самом деле авангарде никто и не мечтал. И в своем творчестве он совмещал две линии, которые стали основными для, опять же, истории русского искусства начала XX века. Это линия русского символизма и освоение французской традиции импрессионизма. Вы посмотрите на данную работу. Что такое символизм здесь? Он изображает всегда дам в таких прекрасных платьях хренолиновых. Никогда они не смотрят прямо в лицо зрителю. И взгляд уведен всегда в сторону. Если помимо одной женской героини, одного женского лица, есть кто-то еще на этой работе, то всегда они находятся в такой молчаливости сердца. И никогда не происходят у них контакты. Что говорил художник? Он говорил, что в современном мире люди потеряли гармонию. И я пытаюсь им вернуть таким своеобразным образом. Почему он выбирает вот такую странную эпоху? Понятное дело, что в начале XX века или в конце XIX уже никто так не ходил. Он одевает своих моделей в фактически историю дворянских гнезд. Он пытается нас перенести в эпоху Тургенева и восстановить вот эту медленность времени, которая, как казалось Борисову Мусатову, навсегда ушла. При этом он выбирает палитру и технику исполнения совершенно новую, французского импрессионизма. Обратите внимание на платье этой дамы. Какого цвета, как вам кажется, оно было изначально? Белое, конечно, это белый цвет. Спасибо, Лена. Почему, собственно, показывает художник таким, что возникает ощущение, что это голубой или серый? Потому что импрессионисты говорили, что белый цвет – это экран, который отражает всю обстановку вокруг. Поэтому здесь есть и белый, и желтый, и розовый и так далее. Вот посмотрите, его верный ученик Николай Миллиотти, который был участником объединения «Голубая роза». Вообще «Голубая роза» возникла из настоящих кумиров, фанатов Борисова Мусатова. Все они были однокурсниками и учились в Московском училище живописи и военноизучества. Туда входил и Сарьян, и Павел Кузнецов, и Николай Миллиотти. И они своей целью ставили писать настоящую живописную мифологию. Как многие современники про них говорили, это живопись воды. Обратите внимание, на этой картине на самом деле есть сюжет. Можно разглядеть? Да, действительно есть девушка, сейчас у меня есть тут указка. Вот видите, на переднем плане девушка в платье, позади мы видим настоящий карнавал. Он сливается. А вот это, что это такое? Это образ смерти на самом деле, там скелет. Вот, посмотрите, в розовом платье одна, вот перед вами вторая, вот она даже улыбается чуть-чуть. Видите такое? То есть здесь не просто история об ушедшей эпохе, такое ощущение, что вообще реальность растворяется. Здесь даже нет намека на какое-то определенное время. Это то ли сон, то ли какое-то видение, которое показывают нам художники. Или вот посмотрите на Михаила Врубеля. Это работа 1994 года. Он уже два года как болеет, два года как пытается справиться с своей, действительно, такой невзгодой. И каждый раз, когда он создает в этот тяжелый для него период, у него возникает очень мощный образ. Он навсегда отказывает от изображений демонов, пишет вот таких вот своеобразных ангелов. Ну что это за ангел? Это Азраил. Азраил, то есть ангел смерти. Поэтому, видите, у него в одной руке кинжал, в другой руке он держит, напомните мне, в церкви, Кадила, спасибо. Он держит Кадила и то, как он изображает, обратите внимание, своего героя. Он не на самом деле пытается смотреть в глаза зрителя, взгляд обращен внутрь себя. При этом посмотрите на технику исполнения. Это уже не импрессионизм. Здесь художник работает очень широким мазком, и его живость больше напоминает мозаику. Вы, наверное, помните, что у Михаила Врубеля действительно был опыт работы с мозаикой. Это не только во время реставрационных работ в Киеве, когда он, собственно, занимался реставрацией Кирилловской церкви, Владимирского собора, но и даже при работе с майоликой. Помните его известное панно «Принцесса Грёза» в гостинице «Метрополь»? Откуда всё это? Это попытка, опять же, убежать от реальности. Он вдохновляется искусством Византии, он вдохновляется искусством Средневековья, и вот таким образом перерабатывает в своём искусстве. И молодые художники видели действительно эти работы. Все эти живописцы были участниками современных выставок. О них много писали, о них говорили. Это была действительно последней тенденцией. Поэтому, конечно, важно задать вопрос, является ли это продолжением какой-то европейской традиции, или это создание нечто своего, такого родного, что отличает русскую культуру от европейской. Своеобразным ответом на этот вопрос будет обращение к такому имени, как Сергей Щукин. Это коллекционер. Он собирал большей частью, конечно, европейских художников, и сейчас его коллекция поледена между двумя институциями. Вы, наверное, сами знаете, да? Это Гемии, музей имени Пушкина, и государственный Эрмитаж. Сергей Щукин определял моду живописную того времени. Изначально он начинал с французского импрессионизма. Напомню, что вообще импрессионизм появляется в 60-е годы XIX века, когда у нас это время обозначает кульминацию развития русского передвижничества. И вот посмотрите, как выглядели внутренние комнаты его особняка-музея. Здесь мы видим фотографии, которые были подготовлены к выставке Луи Виттон. Она проходила в 2016 году. И вот потом как раз Сергей Щукин задумал глобальную идею реставрации. Как это действительно выглядело все в цвете. И старинные снимки раскрасили и представили наконец-то публике. Посмотрите, здесь есть зал Гогена. Видите, работа с правой стороны его периода пребывания в Таити. И посередине мы видим уже Матисса. Настоящий такой образ алтаря соборного. Лизал Пикассо. Его так и называли. Иконостас Пикассо. Молодые художники ходили. Надо сказать, что не сразу дверь своего дома открыл для молодых художников Сергей Щукин. Начально он выпускал проверенных художников по рекомендации. Более того, он сам водил экскурсии, рассказывал о том, как приобретал эти вещи. И, конечно, живописцы видят то, как совершенно по-новому воспринимают реальность. Художники Франции пытались освоить этот язык. С чего все начинается? Вот посмотрите на вот такую своеобразную Венеру. Но это уже, конечно, не Венера. Это Поль Гоген, который переписывает европейскую традицию. Вы привыкли видеть Тициана, вы привыкли видеть Рубенса. За такую типичную, красивую, женскую, обнаженную натуру. И тут Гоген пытается, по мере такого костюма дикаря, отправляется в совершенно неизведанный мир Таити. Мир французской колонии. И там он встречает совершенно иную культуру, которой европейцу была еще не знакома. Посмотрите, что он делает. На самом деле, эту картину он непрямолинейно называет «Дух мертвых не дремлет», завуалируя ее под такой вот сюжет, который действительно произошел с ним на самом деле. Он пришел домой, его возлюбленная испугалась, как Гоген зажег свечку. Ему показалось, что это не огонек свечки, а что это действительно какой-то дух мертвых пришел к ней в дом. И художник изображает ее, лежащей на животе. Она так испугалась, что не может пошевелиться. И поэтому, видите, смотрит так испуганно одним глазом на своего создателя живописной вариации. При этом Гоген в то же время явно еще не выступает как революционер. Здесь очень много красоты. В чем эта красота проявляется? Посмотрите на эту простынь, которую он прописывает на контрасте этого темного тела. Здесь есть очень красивые переливы, настоящие импрессинистичные переливы. Здесь есть, опять же, и голубой, и розовый, и желтый, и зеленый тона. Посмотрите на этот прекрасный декор под простынью. Сама атмосфера просто фантастическая. Это розовый, доминирует селениевыми тонами. И несмотря на то, что он призывает европейцев посмотреть на то, что казалось бы им совсем некрасивым, здесь все-таки есть, я бы сказала, в таком отношении такое традиционное восприятие женской обнаженной натуры. А вот сейчас сравните. Матис, как вам кажется, это уже история про красоту или про что-то другое? Про что-то другое. Вы, наверное, помните, это известная фраза, которую очень любят цитируть искусствоведы. Матис спрашивали, скажите, а вам правда нравится женщина, которую вы рисуете? Кто знает ответ? Он отвечал, я не женщин рисую, я пишу картины. Это не история про обнаженное тело. Это не история про красоту, как это было у Гогена, и попытка привлечь европейский взгляд к этому цивилизованному миру, рассказать, раскрыть его буквально. А это история про цвета, про их необыкновенные сочетания. Анри Матис был основателем такого направления, как фавизм. Вот если вы будете забывать имя Анри Матис в поискове Гугла, то первое, что вам будет выпадать, такие фотографии черно-белые, сидит добрый старичок и обнимает, то ли целует голубей и многочисленных котиков. Но никак не назовешь его диким, потому что фавизм французского означает как раз дикий. Самое название дали ему французские критики, за что его обозвали дикарем настоящим. Вот за эти необыкновенные цветовые сочетания. В отличие от напрессионистов, которые избегали вообще контра, потому что, как они говорили, границы предметов растворяются в пространстве. Типичный тому пример портрет матери у Давида Чебурлюка. Если кто видел, конечно, экспозицию, то сразу его вспомнит. А вот здесь, посмотрите, для чего он создает вот эту окантовку таким глубоким, насыщенным цветом. Вот для контраста цвета изображению белого молочного тела. Задний план. Это просто разработка цветовая. Это уже даже не попытка показать некий пейзаж или орнамент, как это было у Гогена. Здесь художник использует женское тело как некую палитру для цветовых сочетаний. Почему он это делает? Потому что первая революция в авангарде происходит и на зрительном отношении. Всем зрителям нравится одно в картине. Это цветовое сочетание. И от этого уже понимаете, понравится то, что художник изобразил, или вам это не нравится. Вот мы сейчас будем постепенно разбираться. И маленькое такое дополнение. Вы, наверное, знаете, что на самом деле галерея западноевропейского искусства в Пушкинском музее состоит не только из работ в собрании Сергея Щукина. Там же присутствует картина из собрания Ивана Морозова. Но Иван Морозов, несмотря на то, что действительно имел невероятную по количеству и по качеству европейской живописи начала XX века, конца XIX, он никогда не впускал сторонних людей. Ни русские авангардисты, ни их европейские коллеги не могли попасть к нему в дом. Он был настоящий старобрядец. Это, на самом деле, традиция все держать при себе, никому не показывать крепко. Я бы сказала, так имел. Но посмотрите на фотографию. С правой стороны мы видим фотографию особняка изнутри. Что это за работы, которыми он оформлял свой дом? Это Морис Дени. Это художник французского символизма. К сожалению, поскольку они черно-белые, мы не можем видеть их в цвете. Но они сейчас, опять же, находятся в собрании Пушкинского музея. Вы можете прийти и посмотреть все это. Что это такое? То есть, на самом деле, Морис Дени вдохновлял таково еще. Вдохновлял тех самых наших русских художников, как Николай Мелиоти, Виктор Борисов-Мусатов. В отличие от Сергея Щукина, он не покупал сверхсовременных живописцев. Он покупал лишь те картины, которые были опробированы на европейском рынке, которых уже покупали, которые активно выставлялись. Пикассо он купил только годы спустя, после того, как их купил Сергей Щукин. То же самое было, собственно, и с Андреем Матисом. То есть, на самом деле, Щукин был гораздо прогрессивнее своего коллеги. И поэтому возникает интересное такое явление. На русских авангардистов одинаково влияли как традиция европейской современной живописи, так и устойчивая позиция символизма. Вот типичный тому пример. Работа Натальи Гончарова «Автопортрет» и «Портрет Михаила Лариона». С одной стороны, что здесь от символизма, на ваш взгляд? Маскарад, конечно, да? Она пишет себя в образе Коломбина, Михаила Лариона в образе печального пиро. При этом, обратите внимание, это, конечно же, не символизм, как мы привыкли представить. Это не Эмилиоти, это не Виктор Борисов Мусатов. Если же совершенно другая живопись, возникает типичный матисовский, фавийский контур, такого оранжевого, ярко-насыщенного цвета. Вот это уникальный пример, как художники соединяли старые традиции с символизмом в своих работах и уже совершенно новые веяния в искусстве. Но постепенно даже они от этого окажутся. Это период переходный, как, собственно, вырастает русский авангард. А теперь первая волна – неопримитивизм. 1910-1914 годы. Первой выставкой, которая заявляет о себе неопримитивизм, является выставка «Бубнового валета». Она открывается в 1910 году. Название выставки придумывает Михаил Ларионов. На самом деле возникают многочисленные споры, он ли, но Михаил Ларионов уверен, что именно он. Почему называется «Бубновый валет»? Кто-нибудь помнит название художных объединений 1900-х годов, 80-х, 90-х? «Голубая роза». Что еще? Мир искусств, помните? «Золотое руно», да, выставки. А тут «Бубновый валет». По сравнению с этими прекрасными, лиричными, почти музыкальными названиями, возникает вот такое совершенно странное словосочетание. Откуда это? А это именно из сленга. Это сленг тех людей, которые оказались вне закона. Вы, наверное, помните произведение «Горького на дне», как они друг друга называли? Вальтами, тузами и так далее. Почему? Дело в том, что тот, кто оказывался в тюрьме, ему выдавали форму, на спине которой был квадрат. И вот эта отсылка к карточной игре здесь совершенно не случайна. Во-первых, надо сказать, что художники, которые собрались в это художественное объединение и стали выставлять свои работы на этой выставке, были в основном из хороших семей. Не всегда обеспеченных, но тем не менее хороших. Вот, предположим, Илья Машков был из купеческой семьи. Петр Кончаловский был сыном известного издателя Петра Кончаловского, который, кстати, издал книгу Лермонтова с изображениями, с иллюстрациями Михаила Врубеля. Потому что, на самом деле, кроме Кончаловского как раз, никто не соглашался издавать вот эти странные картинки. Так вот, возвращаясь, собственно, к этой выставке. Представьте себе, приходит публика на очень сильно провокационное название «Бубновый валет». И вот, что они видят. Это было, на самом деле, центральное, оно же программное произведение. Вот это вернисажа, это экспозиции временные. Мы видим здесь двух художников. Первое, что бросается в глаза. Цвет. А что еще? Кроме цвета. Вот, действительно. Как-то странно, художники себя изображают. Почему-то они тут не одеты. Казалось бы, до этого, кого мы не вспомним, если существует автопортрет, то всегда одеты. Максимум, расстегнута рубашка. Тут неожиданно они показывают себя настоящими атлетами-циркачами. Рядом с ними мы видим изображение гирь. Они так немного сливаются, может быть, с фоном. Но кто помнит эту работу, вживую, тот, конечно, сразу их распознает. Но обратите внимание, они не просто хотят рассказать себя как о неких силачах, атлетах. Они рассказывают нам о совершенно себе, как о деятелях искусства. Что нам об этом говорит? Скрипка, ноты, книги. Посмотрите, что на корочках этих книг написано. Написано «Сезанн», «Искусство», возможно, «Мир искусства» имели они. Затем, смотрите, Египет, Греция, Италия. Опять отсылка к совершенно классическому восприятию искусства. И, конечно же, Библия. Затем, посмотрите, что они пишут на заднем плане. Это, конечно, такая, я бы сказала, омаж Арчибольду и его портретом из фруктов и овощей. Но при этом, конечно, все вот эти женские портреты в овалах совершенно не случайно оставляют такую аллегорическую пару этим прекрасным атлетам-мужчинам. И вот они смотрят на нас. Обратите внимание, уже совершенно без застенчивости, в отличие от героев и персонажей Виктора Борисова-Мусатова. И готовы принять этот вызов буквально. Что вдохновляло художников на эти образы? В первую очередь то, что их окружало вокруг. Вот в первую очередь вот такая вывеска, вот такая саморепрезентация. Они фактически декламировали только что само себя. На это их подвигла идея имитировать уличную вывеску. Вообще, на самом деле, уличная вывеска для того времени – это такая натура уходящая. В начале XX века в Москве практически не было изображений, которые бы использовали для вывеска. Были уже только текстовые надписи. Магазин Абрикосовых, Магазин Молодцовых и так далее. И вот такие картинки и вдохновляли художников. Более того, Илья Машков сам начинал как вывесничник. Он знал эту прекрасную традицию. И ее же технически имитировал в своих работах. Они не только рассказывают о себе, но еще и заявляют о себе как о совершенно новых художниках, которые будут пропагандировать вот этот новый язык обществу. посмотрите на то, как действительно искусно, я бы сказала, имитируют вывеску и сам Илья Машков. Но что нам говорит, что это точно не вывеска? На ваш взгляд. Подпись. А что еще? Вот, задний фон. На вывеске никогда не будет заднего фона. Всегда будет такой всепоглощающий, такой вот темный свет. Потому что не нужно. Самое главное – это показать тот самый рекламируемый предмет. Будь это хлеба, овощи или это масла. Все. Что здесь делает художник? С одной стороны, он показывает нам принятийский абсолютно натюрморт. Здесь, видите, повторяется традиция небезывестного вам уже французского художника. Здесь появляется вот этот контур яркого, контрастного, синего и черного цвета. В то же время неожиданно возникает то ли отсылка, то ли какая-то перепевка с работами какого художника? Гогена, конечно. Вот этот таитянский период, посмотри, задний планик. Но только выполненный совершенно в примитивистской манере, как никогда бы не написал свои вещи сам Гоген. Вот посмотрите, что делают они дальше. Не только рекламные вывески, но и предметы народного кича их вдохновляли. Сама Наталья Гончарова любила говорить, вообще мещанский слой, мещанский быт – это неотвратительно. Это наша муза, говорила она. Знаете, что делают эти художники? Кончаловский. Он использует в качестве основного предмета внимания поднос, которые выпускались тиражированно. Их можно было купить на сухарем рынке за сущие копейки. Это кич, который был на самом деле художниками, впервые представлен в картинах. Мы смотрим на вот эти натюрморты. И в первую очередь, даже иногда не понимаем, а это поднос, может быть, это красивый рисунок на заднем плане. Вот посмотрите, как на эту картину. Хлеба на синем фоне 1910 года. Посмотрите, кажется, как будто это пейзаж какой-то. Видно вот эту часть работы? Какой-то мостик итальянский, водичка, так формистно художникам. А вот посмотрите, этот же поднос он использует при изображении самого себя на заднем плане. Это, кстати, тоже часто явление. Художники очень любили цитировать один и тот же предмет, опять же, играя со зрителем. То ли это пейзаж, то ли это действительно живая картинка. Возникает множество вопросов у зрителей. Что это такое? При этом посмотрите, как он прописывает себя. Он, с одной стороны, работает в такой типичной фавистской манере. Очень грубое письмо. Посмотрите на его тяжеловесные, гигантские руки. Настоящий гантомани. В отличие от того же самого Андрея Матисса, который впервые пришел в гигантском большом формату, только тогда, когда он приехал в Москву и расписывал по заказу Сергея Щукина небезызвестные вам холсты, танец и музыка. Наши художники уже изначально выбирали такого большого формата холст. Для чего? Им нужно было гипертрофировать этот язык. Если импрессионисты говорили, что тень имеет свой цвет, но прописывали очень аккуратно, такими блекными пластелевыми тонами. И предположим, типичный пример, как бы написали тень импрессионистам. Посмотрите на его лицо под глазами. Таким красивым тоном, серо-голубым. Как эту тень пишут фависты? Черным контуром, иногда зеленым, изумрудным цветом. Если была изображена девушка с румяными щеками, они бы этот румянец прописывали малиновым тоном. Здесь художник все эти тона доводит до предела. Он использует только чистую гамму, не смешивая ее на палитре. И откуда эта традиция такая интересная? Посмотрите. Надо сказать, что Илья Машков, в отличие от своего близкого друга Петра Кончаловского, который закончил академию питерскую, она в то время еще была императорской художественной академией, учился в московском училище живописи вояний и зодчества у небезызвестного всем вам Валентина Серова. И Валентин Серова сначала вообще не понимал, откуда все это могло выйти. Он хотел несколько раз даже написать жалобу на Илью Машкова, очистить его из университета, но в конце концов, когда появился Матисс в Москве, так и называл его. Вот наш русский Матисс. Посмотрите, что делает Машков. Он прописывает даму, она сидит на прекрасном кресле, вокруг нее фазаны. То ли они живые, то ли это чучело, а может это вообще принт на стене, потому что все передо мной художником весьма плоскостно, как будто какой-то декор он показывает, но нереально. На ее груди, он так как кич, настоящий с этих подносов, переносит эти нелепые розы. Посмотрите на ее щеки. Да, вот те самые малиновые краски, которые он накладывает чистым тоном. И посмотрите на ощущение как будто легкой небритости у дамы, когда он прописывает лицо вот таким черным контуром. Это перепевка, конечно же, парадных портретов, которые создавал его учитель Винтин Серов. Вот в пику этому изящному языку художников мира искусства и выступали современные молодые художники. Им надоел вот этот рафинированный изверх изящный язык. Они пытались писать максимально грубо. При этом посмотрите, что делает Серов. Он на самом деле создает психологический портрет своих персонажей. Кто был на выставке Серов в Третьяковке? А есть такие? О, большинство. Это здорово. Вы, наверное, помните, что можно было даже не читать этикетку и информацию о том, кого изображает художник. Почему? Потому что все и так написано на холсте. И в первую очередь самое главное. Художник прописывал свое отношение к модели. Вот о Юсупе он сохранил невероятно теплые воспоминания. Но при этом, когда он пишет ее портрет, обратите внимание, что платье как будто сливается с обивкой. И она является тоже частью этого богатого декора. Единственное, что выделяет, это, конечно же, такие очень миловидные, добрые глаза. Но в то же время остановка, это животное такое, что это как платье, все говорит нам об этих вкусах богатой дамы, аристократки настоящие, что она есть часть вот этого мира, совершенно далекого от художника. И Наталья Гончарова, когда прописывает свой автопортрет, идет от обратного. Я часто люблю задавать вопрос. Скажите вам, что кажется, на ваш взгляд, уродливым в этом портрете? Давайте отойду подальше. Обычно мужчины так всегда отвечают. Вот, руки, пальцы. Обратите внимание, что на самом деле в жизни художница была невероятно красивой. Согласны? Ну что вы так критические? Красавицы, на самом деле. При этом Наталья Гончарова происходит из рода тех самых Гончаровых, чьи самые известные представители – это кто? Конечно, жена Александра Сергеевича Пушкина. Браво. Поэтому она была не из бедной семьи. Более того, отец ее был архитектором. У них было несколько усадеб в России. Она родилась в Тульской губернии, а ее любимой усадьбой был полотняный завод, потому что, собственно, при усадьбе был полотняный завод. Находится он и до сих пор в Калужской области. Вот если кто был в Никола-Ленивце, в их частный как раз обычно путь в эту деревню пролегает именно через этот ныне музей-заповедник полотняный завод. Вот что делает Гончарова. Она прописывает себя как крестьянку. Ее впечатления от пребывания в этой усадьбе полотняный завод станут основным источником вдохновения. Ей безумно нравилось, как крестьянки относятся к своему труду, как настоящие ремесленники. Они воспринимали это как некий примет искусства создания этой ткани рукотворной. Они воспринимали это как просто ежедневную работу. Наталья Гончарова была невероятно плодовитой художницей. Обратите внимание на задний план. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...